Меня зовут Геннадий, я художник в театре Лесо-Украинки. Вот этим и занимаюсь. Вы родились в Львове? Да, я родился живу во Львове. Скажите, пожалуйста, что сейчас вообще происходит на Украине, на ваш взгляд? На Украине сейчас происходит. После Майдана, после освобождения Украины от президента, о котором все знают, что он был вор, что он принял решение на протесты населения, принял практически решение, направил внутренние войска на убийство. После того, как он убежал, происходили обыкновенные выборы. Продолжалась жизнь Украины, происходили выборы нового президента, но в то же время Россия начала агрессию против Украины, захватив Крым, в котором я, кстати, когда прожил два года, захватила Крым и после чего развязала тяжелую борьбу, в общем-то, противостояние в Донбассе, на одной из территорий Украины. Как разрешить военный конфликт на востоке Украины, на ваш взгляд? Ну, он сейчас разрешается. Разрешается военным путем того, что нужно изолировать террористов, которые там изолировать приход из России войск, оружие, поставки в Россию оружия. Только таким способом можно избежать. И поговорив с народом, после того, как освободить Донецк от террористов. Как вы относитесь к тому, что некоторые олигархи, такие как Ахметов, например, Коломойский, они формируют свои батальоны? Как вы к этому относитесь? Ну, Ахметов вообще ничего не занимает, никакой, по-моему, позиции. И из тех интервью, которые он давал, все его призывы были... Вот под текст всех его воззваний к народу. Не трогайте мое имущество и дайте мне спокойно жить с моим имуществом. И я, мне, и мое. У Коломойского же совсем другая позиция. Мир и покой в целом в Украине, не в Днепропетровске, не в этой области. Мир и покой в целом в Украине. Да, он богатый человек, он каким-то образом финансирует самооборону Днепропетровской области, но он не влияет на эти процессы для своего капитализации. Во всяком случае, это на первый взгляд. Я читаю и Коломойского, и в Фейсбуке то, что печатается, то, что люди общаются, вот, эти материалы, читаю то, что говорят днепропетровцы. Они воспринимают это совершенно нормально. Возвращаясь обратно ко Львову, вот мы здесь были несколько дней и видели очень часто символику УПА, например, а также книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф». Какую роль играет националистическое настроение во Львове, на ваш взгляд? Националистических, как таковых, по-моему, нету. Есть национальные. Национальные, они просто, ну, просто уважают свою национальность, как и любые другие национальности. Те, кто живут в Львове, вот у нас живут и, ну, в Львове в таком месте находятся, живут и поляки, румыны, живут молдаване, живут венгеры, и каждый живет своей жизнью. У нас учатся в своих школах со своим языком обучения. Русские могут учиться в украинских школах и тоже могут изучать русский язык. У нас есть класс. Мой сын учился в школе с английским языком обучения, где дополнительно для тех, всех, кто желал русских, были дополнительные уроки русского языка и литературы. Очень часто вот в российских СМИ особенно пишут, что русскоязычное население его как-то притесняет. То есть нельзя говорить на русском языке, или закрываются школы, университеты, печатается меньше литературы. Что вы можете сказать? Вряд ли, если пройтись по книжным магазинам любого, можно увидеть мало книг на русском языке или напечатанных в России. Их очень много. Так же, как и газеты, журналы. Можно посмотреть российское телевидение. Всегда можно было посмотреть российское телевидение. В школах обучают русскому языку. Общаются люди на русском языке или на том языке, на котором они хотят в этот момент общаться. Каких-либо притеснений я за всю свою жизнь не заметил. Вот за период Украины, как самостоятельного, отдельного государства, этих притеснений просто не было. У меня очень много друзей русских, живущих во Львове, и не только во Львове. И, во всяком случае, ни от кого из них я не слыхал, чтобы они были недовольны или как-либо ощущали какое-либо давление на себя, потому что они русские.